По итогам чемпионата Беларуси в 2023 году в помещении можно подвести следующие итоги. Хотелось бы выделить следующих спортсменов. Первый день очень интересная борьба была в беге на 1500 метров у женщин среди Ольги Немогай и Татьяны Шабановой. Одна сотая разделила победительницу серебряного призера в этой борьбе, лучшей была Татьяна Шабанова. К слову, хочется сказать, что Татьяна на протяжении всего чемпионата проявила себя бойцом, выступив на трех дистанциях, одержав две победы и на 800 метров заняв второе место. Среди мужчин беги на 1500 метров Вячеслав Студный планировал показать достаточно высокий результат, очень быстро начал, к сожалению, в конце немножечко не хватило. Но надеемся, что на Кубке страны, который состоится через две недели в Могилеве здесь же, Слава все-таки сможет показать очень высокий результат. В беге на 1500 метров. Также следует отметить в беге на 3000 метров с препятствиями Дмитрия Иваненко, который показал достаточно высокий результат. Ну, к слову сказать, что, наверное, порядка 10-12 лет у нас в стране так не бежали. 8-28 на 3000 метров с препятствиями. Это действительно результат очень высокого уровня. Надеемся, что, опять-таки, на Кубке страны через две недели Дмитрий с большей конкуренцией сможет побороться и за установление нового рекорда страны, который составляет 8-23. Во второй день была очень интересная борьба в беге у мужчин на 800 метров, где, опять-таки, одну сотую выбрал Ян Слома у Вячеслава Скудного. Прекрасная борьба, очень сильный забег. Я думаю, что эти ребята летом проявят себя достаточно здорово. И мы увидим, ну, реальный прогресс. Если сюда добавить еще и Юкар Наухова, то я думаю, что результаты будут на несколько секунд быстрее, что позволит, ну, надеяться, что этот вид у нас в ближайшее время спрогрессирует. У женщин в беге на 800 метров выиграла Ольга Немогай, взяла реванш за вчерашнее поражение в беге на 1500 метров. Достаточно, ну, интересная борьба была. Что касается 3000 метров у мужчин и у женщин, опять очень сильно себя проявил Дмитрий Иваненко, который пытался выбежать из 8 минут. К сожалению, в этот раз чуть-чуть ему не хватило. 8-0-2 для Дмитрия личный рекорд. И виден прогресс спортсмена. Я думаю, что уже в этом году он сможет тоже улучшить этот результат. Что касается девочек, здесь тактическая борьба порадовала Инна Новик, молодая спортсменка, достаточно молодая, только вышедшая из молодежного возраста. Вчера очень хорошо проявила себя в беге на 3000 метров с препятствиями, обновив личный рекорд более чем на 30 секунд. И сегодня стала чемпионкой в тактической борьбе, я бы сказал, чемпионкой в беге на 3000 метров. Из молодых я бы также выделил Дмитрия Савина, который показал очень достойные результаты. Виден прогресс спортсмена, планомерный. И то есть в дальнейшем мы тоже надеемся на этого спортсмена. В целом, для видов выносливости, считаю, что чемпионат прошел достаточно успешно. И очень много положительных эмоций получили как спортсмены, так и тренеры, ведущие подготовку этих спортсменов. Хотел бы всем пожелать удачи и новых личных рекордов в этом зимнем сезоне и в летнем сезоне этого года. Здравствуйте, я представляю группу Спринт Барьеры. И хотелось бы подвести итоги чемпионата страны по легкой атлетике. Этот чемпионат очень порадовал такими очень напряженными финалами. То есть каждый финал ждали с нетерпением и везде была борьба. Не было нигде такого, что есть какой-то один лидер и все остальные бегут далеко сзади. Нет, короткий спринт. Ребята классно пробежали Максим Грабаренко, Денис Близнец и два личных рекорда установили. И очень порадовал на 60 метрах молодой спортсмен Данила Глуз. То есть тоже личный рекорд на достаточно хорошем уровне для данного возраста в забеге 6.76. У девушек тоже была борьба, причем третье и четвертое место разделили тысячные доли секунды, а первое и второе всего лишь односотая. Выиграла наша барьеристка Эльвира Герман, установив личный рекорд 7.43. За ней, практически повторив свой рекорд 7.44, была Янина Луценко. На 200 метров у ребят также была очень напряженная борьба. И я думаю, что неожиданно для Максима Грабаренко одержал победу Жигар. Вот это, наверное, такой как урок, что никогда нельзя расслабляться. И повсегда помнишь, что у тебя за спиной есть молодые ребята, которые всегда могут наступить на пятки. Максим тоже хорошо пробежал, ничего не могу сказать. Он повторил свой личный рекорд. Это уже достаточно высокое достижение. 400 метров тоже и у девочек, и у ребят ждали мы финалы. Очень-очень-очень ждали. И было такое напряжение. То есть не было понятно, кто победит. Это всегда очень приятно. Блестяще провела бег Аня Михайлова. Тактически очень хорошо разложила всю дистанцию. Помогли, конечно, девочки. Они боролись, они напрягались сзади. У ребят тоже была борьба прямо на самом финише. Вырвал победу Марк Потей. Причем первое и второе место Потей и Володькин. Они еще молодые наши ребята. Оба выбежали из 48 секунд. Для этого возраста это круто. Ну и, конечно же, изюминкой на торте у нас, как всегда, были барьеры. К сожалению, на мужских не было. Виталика Порохонько почувствовал заднюю. И решили они с тренером не рисковать. И пропустить чемпионат страны. И выйти в хорошей форме на кубок. А у девушек, конечно, шикарную победу. С хорошим результатом одержала Эльвира Герман. Никак не могу привыкнуть. Всех всегда еще хочется назвать Герман. Но уже Грабаренко. 7,96. И также хорошие результаты показали ее преследовательности. По международнику пробежала также Света Порохонько. 8,10. И Руслана Романовская. 8,18. То есть это результаты достойные европейского уровня. Ну и, наверное, как апогей, мы всегда считаем цифры. Команда спринта показала 2 результата мастера спорта международного класса. И 22 результата мастера спорта. Добрый день, уважаемые болельщики и легкие атлетики. Можно сказать, мы ведем наш репортаж из комплекса Олимпийский в Могилеве, где уже второй день проходят легкодетические баталии. Как старший тренер по горизонтальным прыжкам, Юрий Моисеевич, хочу немножко рассказать и остановиться на горизонтальных прыжках, какие результаты показали наши атлеты. Вот буквально закончился сейчас заключительный вид. Это тройной прыжок сегодня. Но я начну с длины, которая прошла вчера. Очень хорошая была борьба в женской длине, где впервые, можно сказать, Мирончик Анастасии, Киртова. Виолетта составила хорошую конкуренцию. И, тем не менее, победила даже Виолетта. Показал хороший результат в 6,60. А Настя оказалась на втором месте. Проиграю 3 сантиметра. Но это говорит о том, что где есть конкуренция, там всегда будут результаты. Что касается мужской длины, здесь выиграл, у нас есть тройка лидеров, выиграл Лопатенко Никита с результатом 7,71. Вторым был Гурин Артем, 7,51. Ну и третий Дудинский Алексей, он 7,45. К сожалению, не участвовал Булахов, Владислав. Ну и небольшая травма не позволила ему включиться в эту борьбу. Сегодня в тройном. Среди мужчин Нестеренко Максим показал свое лидерство. Зафиксировал результат 16,48. Победил уверенно. Марк Мазейко был вторым 15,20. Ну и так здесь немножко результаты поскромнее у остальных. У девочек выиграла, как мы и предполагали, Виолета Скворцова с результатом 14,28. Иланова была второй с результатом 13,08. Ну и в принципе, скажем так, два дня удалюсь в горизонтальных прыжках. И результатами можно сказать, что мы на данный момент довольны. Спасибо за внимание. Добрый день. В целом, конечно, прыжки прошли нормально, вертикальные. У нас есть личное достижение Матвея Волкова. 5,75, что является лучшим достижением в Беларуси среди юниорской возрастной категории. Также это в мировом рейтинге среди юниоров. Третий прыжок всего в мире. Хорошо проявили себя молодые прыгуны в прыжках высоты великого луэба. 184, что подтверждает, что девочка идет в нужном направлении. Карина Демитик подтвердила свои кондиции. Ну и, конечно, ожидаем веренный звук, улучшение своих результатов. И увидимся на чемпионате, где будем стремиться к более высоким условиям. Ну, хочется сказать, что двоякое впечатление осталось после чемпионата. Почему? Потому что вроде и плановое задание выполнили, но все-таки немножко хотелось большего. Вот, не добрал и Дима Карпук, я считаю, и Алена Трус не добрала. Вот, в лиге Женя немножко техники потерял, но это в пределах нормы, ничего страшного там нет. Он, в принципе, работает, и мы понимаем, что надо с этим делать. Важный момент такой, что, в принципе, все соревновались и старались делать максимально. На соревнованиях участвовало три многоборки. Хотел бы отметить выступление Сарлоты Паэглитты, которое установило два лишних рекорда. В прыжках длину она показала результат 6 метров 21 сантиметра и заняла третье место. На 60 метров с байерами также установила личный рекорд 8.65. Это очень радует, и будем надеяться, что в летнем соревновательном сезоне она также будет улучшать свои личные рекорды и получится очень хорошая сумма в семиборье. Также выступала Юлия Роуд. К сожалению, там и все получилось, но есть причина. Это был всего лишь второй старт после двухлетнего перерыва, и с тренером она пообщалась, увидели свои технические ошибки, и будем надеяться, что в летнем сезоне у нее также все получится и будет выполнять все свои задачи, которые она поставит. Также выступала Ницветаева Екатерина, она толкала ядро. По сезону она тоже добавляла, толкнула 14 метров 4 сантиметра. Все девчонки с пламами, которые они поставили в этом сезоне, все справились, и будем надеяться, что в дальнейшем все, то, что они задумали, получится и будут улучшать только свои личные рекорды. А так, всем удачи, чтобы было все без травм.